Пать лапочки на пригород Читы, как необитаемый остров. Вокруг красота, но магазина нет. До города приходится добираться на попутки. Чтобы купить мелочи, молока, спичек, резина, жительница поселка ловит попутку. Останавливаются не все. А соседи, владельцы машин за подвоз просят 300 рублей. Выходит накладно. Местные в отсутствии торговых точек наловчились печь хлеб, делать запасы и выкручиваться. Галина предыбавила, например, в город попадает не чаще раза в месяц. Если муку получается купить, то если где-то с кем-то договорились, доехали, закупили, ну сколько доехали, все же деньги берут на бензин. Все дорого. В паде Лапочкина процветает нелегальная торговля на дому. Причем молоко, крупу, алкоголь можно купить в долг под запись, а расплатиться, когда будет пенсия или зарплата. У нас есть одна, вон там на горе торгует, но она дерет в три дорого. Ну у ней машина есть, она сбегала в город, закупилась, и вот к ней бегают. Жители паде Лапочкина забили тревогу и написали коллективное письмо в администрацию Читы с просьбой, наконец, открыть магазин. Мы обратились к предпринимателям, каким образом? С помощью средств массовой информации, в том числе и данный сюжет об этом свидетельствует, и на сайте по поддержке малого бизнеса и предпринимательства. Обратились с просьбой, что в паде Лапочкина нет торговли, там проживают жители. И необходимы товары первой необходимости, продукты, в том числе повседневного спроса. Это может быть как магазин, так и нестационарные объекты, не капитальные. То есть это может быть павильон, киоск, возможно, автолавка. Пока предложения от предпринимателей не поступало, но в управлении потребительского рынка готовы рассмотреть все варианты размещения в паде Лапочкина хотя бы небольшого магазинчика. Ирина Трофимова, Анна Хвостова. Время новостей.